рукавами как у меня по-моему я даже без шлема какие-то кожаные кожаные наголенники вещь поэтому он шустрый какой-то он подбежал об закрылся минус он не 3 хп отнял доброго времени суток дамы и господа решил записать небольшое видео по такой игре как life is fedal жизнь феодала или жизнь феодальная как-то так переводится игра созданная русскими разработчиками принципе год назад я как-то заходил но тогда мне не понравилось вот спустя год я начал с людьми в нее играть смотрю что игра все-таки стала более менее оптимизированная играбельная то есть играть можно вот тут у нас находится наше небольшое поселение которое мы строим уже на протяжении двух недель наверное точно точно не скажу наверное две недели у нас еще пару дней назад были деревянные стены сейчас они как вы можете заметить каменные такой вот замок получается вот так вот я в низину пошел отсюда что не выйти сейчас обойдем все это покажем расскажем нас на самом деле у нас немного людей человек 5 может 6 скорее 5 человек да и мы распределить что каждый будет заниматься своими обязанностями кто-то будет строить кто-то будет добывать древесину кто-то будет заниматься травами я же например занимаюсь кулинарией и сельским хозяйством вот потому что заниматься абсолютно всеми делами это займет отнимет у вас очень много времени и естественно проще было бы вот распределиться вот на такие небольшие роли так сейчас мы зайдем наш замок играем мы на сервере аркона 2 тут достаточно много людей по вечерам собирается есть еще такая тема как судный час момент судного часа тут происходит баталии захват земель об этом чуть тоже подробнее расскажу так сейчас мы находимся в нашем так скажем замке вот у нас тут расположены склады дома небольшие в каждому дом каждый дом естественно можно зайти кстати чтобы такой дом построить как я понимаю нужно убить кучу времени к счастью этим не занимаюсь я только могу помочь ресурсами поднести дерево там напилить досок строительство это не по моей части также здесь первое лицо а вот заходим в дом то есть вся вот эта мебель это все вручную можно делать передвигать две кровати стоит сундук чей-то вот чья-то броня у нас находится так понятно шкафы это все все понятно сейчас мы оттуда выйдем закроем дверь закрыли дверь так вот это вот по моей части это кухня поварный чан тут я алкоголь делаю тут кухня тут я готовлю тут мой холодильник куда я складываю пищу так принципе вот забит он так у нас едой кстати яблоко нужно будет взять немного позже расскажу для какой цели штук 100 мне пожалуй хватит так нормально 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 так собственно чем я занимаюсь моя задача поддерживать но это шкаф на самом деле он за холодильником холодильник все время чтобы тут была пища пища тут есть одна компонентная и пяти компонентная сейчас я вам тоже об этом расскажу все вот допустим кухня нажимаем добавить топливо а топлива у меня нету сейчас мы сбегаем ко мне домой мой дом находится за пределами замка потому что у меня там находится огород так сейчас немного только от управления управление действительно какое-то время нужно чтобы привыкнуть так вчера я тут кстати засадил все капусты и горохом он тоже мой огромный город находится все это растет примерно один или два дня реального времени все зависит от почвы если она если вы удобряете ее то процесс естественно происходит быстрее удобрять естественно нужно навозом который вы получаете из курятников из хлева и все тому подобного так стал алхимик это не по моей части кстати по поводу системы прокачки нажимаем кнопку l английскую и вот мы видим систему прокачки то есть ветка сельское хозяйство это моя ветка я ее прокачиваю мне нужно прокачивать обязательно и что следующее буду прокачивать это пожалуй хочу не работать а вот можно жить лесничество вот эти две ветки я пожалуй буду прокачивать боевые меня не интересуют у нас другие люди всем занимаются соответственно так чем еще мы начинаем получается вот сельское хозяйство допустим допустим я решил прокачивать то есть тут с 30 уровня позволяет все эти собирать урожая всех видов у меня как можете заметить 96 уровень соответственно я все это могу уже делать то есть позволяет сажать яблони вы не можете получить сразу прокать начать прокачку кулинарии или пошива одежды сначала вам вам нужно делать все по порядку вот с правой стороны в левую сторону вот по этому ряду когда вы достигнете 60 уровня вы сможете уже переходить на следующий прокачивать следующий но мне эту всю ветку нужно прокачать я так понимаю на максимум принципе этими обязательно займусь тут еще травничество или что это у нас знание это знание привода природы до сборы травничества там уже медицина и какая-то крутая химия идет кто-то у нас прокачивает ветку что это у нас подготовка материалов строительства архитектура кто-то прокачивает геолого-разведка горное дело выплавка кузнечное дело ковка брони естественно все это нужно прокачивать но одному это все трудно прокачать поэтому мы решили распределиться вот как то так у нас все происходит еще есть уровень охоты тут кстати что-то на углу совсем тоже мне достаточно нормально прокачен рыбалка позволяет выслеживать крупных животных все тому подобное второстепенные еще есть боевые ну боевые потом как-нибудь потом буду прокачивать потому что тут есть судный час это с пятницы по воскресенью происходит когда можно убивать игроков то есть сейчас меня никто не имеет права убивать как я понимаю тут специально этому делу выделили один час называется он судный час и в это время можно захватывать новые земли тем чем больше земель то захватишь как я понял тем больше получишь каких-то бонусов тоже пока не вник особо вот ну естественно тут всякая дипломатия может происходить допустим недавно тут тоже я слышал не буду врать были какие-то объединения в том числе и нашего так скажем нашей группы против против одной достаточно неприятной группировки которые вытесняли сервера вот как я понял это все получилось да но союзники со временем могут стать вашими врагами это тоже нужно помнить так ладно давайте вернемся к делу мы хотели пойти на кухню возьмем два полена сейчас покажу кулинарию что она себя представляет не буду делать ничего серьезного так вот у меня небольшие небольшой запас овощей давайте возьмем знаю что нибудь что там еще готовится надо вспоминать давайте возьмем допустим 20 процентов гороха 20 единиц гороха собой возьмем две капусты так горох горох чем чу еще взять с собой то на всякий случай возьму много лука я не помню уже просто рецепт их тут на самом деле много сейчас вы сами в этом убедитесь так все хватит и еще где-то мясо тут валялось ящики у меня так не ту кнопку нажали пардон так 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 не понял 1 открыть понял а где мясо мясо походу я забыл в бочке какой-то на территории замка сейчас мы его обязательно возьмем на самом деле все это строить это очень проблематично вот мы за две недели тиром все вот это строили на самом деле я редко участвовал строки я только помогал носить необходимым материалом когда мне время было свободы от кулинарии там доски и все тому подобное строительством как я понял занималась 23 человека всего так вот это все выровнять это тоже куча времени занимает тут на самом деле все очень и очень трудно не просто так вот ящик бочка точнее тут нас рыба и мясо но возьмем 25 процентов 25 кусков мяса так сейчас вам покажу как происходит процесс кулинарии закинем одно полено думаю мне его хватит разжечь и теперь у меня открылось открывается меню открывается такая вот штука где я могу видеть что из чего я могу готовить но вот допустим бекон и пить и двухкомпонентная пища максимум может быть 5 компонентная чем больше компонентов используется в пище чем она круче считается и можно даже торговая в ее можно продавать и собственно восстанавливает это на больше процентов и какие-то бонусы тоже дает это все конечно нужно еще изучать так что я там взял то давайте посмотрим что можем приготовить из того что мы притащили на самом деле я взял с собой мало ингредиентов соответственно соответственно приготовить я могу что-то простенькое ну допустим тушеная капуста давайте сделаем две тушеные капусты так сейчас она появится у меня в инвентаре вот первая порция вот вторая так идем дальше что мы еще можем приготовить что у меня есть горох лук картофель мясо так что же тесто кстати мне нужно сыр как-то делать а чтобы был сыр нужны корова корова у меня есть в стоиле еще у нас да но нужно найти больше нужно заставить их располодиться они там плодятся с какого-то определенного возраста чтобы они достигли нужного возраста нужно ждать к примерной неделю реального времени замечу реального времени не игрового то есть игра вот такая вот медлительная пошаговая все занимает какое-то время так где же чё я взял то почему а я морковь не взял чё сбегать за морковью приготовить похлебку из дичи так какая-то гадость тут потроха какие-то это я не хочу есть на самом деле я просто взял для демонстрации показать вам что можно делать так амолеты да рецептов много очень много я ни в одной игре я такого еще не видел чтобы было столько возможностей что-то приготовить так ну ладно давайте попробуем сбегать за морковью правда пока мы сбегаем скорее всего а нет вот дичь с горошком отлично вот как раз сейчас делаем по максимуму в принципе неплохо она так восстанавливает голод не очень то и затратная получается сейчас сейчас он все у нас приготовит потом сбегаем посмотрим что у нас выросло возле огорода я сажал пару дней назад какую-то капусту соберем и обязательно засунем в дом кстати если у кого есть желание вместе с нами объединиться в life is fedel пишите с вами поговорят все это обсудят потому что нужно больше людей в нашу гильдию потому что напоминаю что помимо всего вот этого происходит судный час захват земель нужны люди адекватные с мозгами поэтому заинтересованных просьба писать так что сюда прибежал то лук надо положить обратно сейчас это все обратно положу все что осталось так вот что мы приготовили получается полено полено можно оставить оно нафиг не нужно мясо себе тоже закину потом как-нибудь приготовлю так хорошо как отсюда выйти теперь значит что у нас там выросло вот огород у меня там там все еще только растет что-то и за пределами огорода тоже что-то посадил какие-то семена оставались тут как я понимаю капуста сейчас мы ее соберем заодно покажу покажу как это все обратно сажается можно так сейчас это все происходит достаточно быстро 8 кочанов капусты уже нормальное нормальное количество так собрать вот интересно то что все это происходит реально так долгое допустим от момента с того момента как вы что-то садите в удобренную хорошую почву нужно реально ждать примерно день реального времени то есть нет такого что вы посадили и через 20 минут или там через пару часов что-то выросло нет тут тут все гораздо медленнее для того чтобы построить дом тоже нужно убить пару дней все эти ресурсы собрать правильно обработать это все занимает кучу времени сейчас мы тут соберем то что мы сажали даже без понятия что это морковь пахать нет пахать я не хочу так это как я понимаю пшеница так ну ладно хватит ну и вот вам небольшой пример как это все обратно сажается вот допустим пустой участок берем нажимаем кнопку пахать следующий этап это можно удобрить навозом но навоз у меня в замке не побегу никуда это просто демонстрация небольшая так ну и посадить например опять ту же капусту так ну вот и теперь примерно через день реального времени а то и больше поскольку почва тут неудобренная можно кстати посмотреть как это качество я не помню как качество посмотреть посмотреть нет это это ее регулировать можно то есть копать выше ниже так а не помню честно чё я там жал то осмотреть наверное нет опять так подождите сейчас я хочу разобраться собрать дикие растения искать травы разбить не не помню ну короче как то можно смотреть качество земли вот ладно давайте сейчас все это унесем ко мне на склад капусту которую мы собрали с ней неохота бегать так сколько у нас получилось нормально так картофель там у нас рос солома горох морковь нормально нормально а все потом надо будет пересадить и это у нас пшеница замечательно так солома ее едет коровы для размножения так что соломы мы сейчас можем закинуть обратно в хлев так еще я хотел сделать такую вещь оставить все ценные инструменты у себя в доме потому что мы сейчас пойдем на охоту ну не на охоту сейчас объясню подождите пару минут так что у меня еще при себе имеется такая менюшка есть сейчас мы тоже снимем вещи снимем лопату с себя снимем котелок так серп ну топор оставим если на меня что-то нападет вдруг какое-нибудь дикое животное чтобы хоть как-то отбиваться хотя это плохая идея потому что они твари такие могут загрызть очень быстро так лопата серп что еще у нас есть ножик экипировать не понял в чем дело и что это он не хочет его одевать так это простой ножик есть еще разделочный нож ну ладно в принципе я никого не собираюсь убивать мне сейчас нужно приручить нам вроде дикое животное будет для того чтобы его зафигачить в этот в хлев да там уже будем размножать там уже будем размножать коров меня сейчас интересуют коровы так в хлеве у нас овцы свиньи это неинтересно все кстати в хлев заодно можем закинуть солому где моя солома открыть мое меню так все закинули пусть там едят что-то дерьмо метр вот можно очистить дерьмо и использовать в качестве удобрения тоже достаточно интересная вещь кстати курятник у нас тут соберем яйца все таки день прошел посмотрим сколько вот вчера я вечером собирал прошло примерно сколько 8 часов как 21 яйцо так примерно с того момента как я собирал на сколько 10 часов наверное прошло за 10 часов получили только 21 яйцо так их там тоже можно варить использовать в качестве еды так хорошо все ли у меня есть куча яблок еще еду сейчас лишнюю положим в шкаф обратно и пойдем собственно искать кого мы пойдем искать мы пойдем искать быков и коров на всякий случай возьмем еще десяток яблок 15 яблок нормально потому что их нужно приручать яблоками так то есть моя задача получается как кулинар держать поселение поселение должно оставаться сытым и довольным это моя задача как я понимаю задача там некоторых людей заниматься именно обороной у кого-то там дипломатия кто-то вот шкуры сушит и все тому подобное кстати чей-то дом давайте посмотрим что у него лежит просто так небольшая экскурсия всякая одежда мясо понятно так и вот у нас малая стойла тут у нас хранятся находятся коровы лошади и все тому подобное так как открыть меню надо нажать вот сюда как я понимаю животноводство управлять дерьмометр 58 процентов у нас есть одна корова еще одна корова и один бык ну и лошади лошади меня не интересуют меня интересуют коровы потому что они должны давать молоко из молока уже можно делать всякие интересные вещи так закроем ворота чтоб никто не шлялся здесь так и собственно как происходит процесс охоты добычи и все тому подобное мы идем в лес у нас деревья кстати там у меня яблоневый сад находится туда мы не пойдем там нам сейчас делать нечего так сбор ягод грибов вот рыбалка и охота выследить не агрессивное животное давно этим не занимался так вот появились следы курицы но меня курица не сильно интересует но давайте попробуем а не кто-то в замок уходит нет давайте все-таки найдем что-нибудь другое на самом деле это может занять очень и очень много времени чтобы я сейчас нашел именно корову бревно а кстати вот срубили вы допустим дерево хотите напилить досок и вот эту вот дуру нужно отнести допустим обратно в замок и там уже пилить обрабатывать все тому подобное нужно там пилой это делать нужными инструментами вот собственно ну и потом нужно выкорчевать пень посадить новое дерево и ждать пока оно вырастет дерево растет как я понимаю чуть подольше чем допустим та же капуста там уже примерно 2-3 дня вот дуб будет расти вообще там пол недели наверное так ладно ищем животное быстрее не агрессивное животное также можно делать ловушки капканы и все тому подобное так мы никого не обнаружили несмотря на то что уровень охота у меня прокачиваем достаточно высоко практически максимальный мне все таки придется потрудиться чтобы кого-то найти так так я лопаты все оставил дома взял только топор и нож так посадить яблоню не агрессивное животное ну собственно придется за ним побегать так опять курица не хочу я курицу искать мне это не интересно так вот такая вот карта тут много всяких разных поселений то есть происходит дипломатия обмены достаточно все интересно это происходит так скажем все весь игровой процесс тут происходит не спеша очень медленно если если вы играете в эту игру один то я не завидую вам конечно если вы фанат заниматься строительством своего поселения в одиночку построить его там свой дом там допустим огород в принципе тоже интересно все но все таки интереснее я считаю объединяться со всякими там гильдиями и заниматься уже играть вместе поэтому если вас интересует можете написать там в комментариях что-нибудь я свяжу вас с человеком из нашей гильдии он с вами поговорит и там уже вы решите хотите вы с нами играть или нет вот так устали так давайте попробуем здесь выследить агрессивное животное не агрессивное точнее корова же это у нас как я понимаю не агрессивное животное только не курица а опять курица ладно давайте посмотрим все таки куда она нас ведет хрен я ее поймаю я курицу я еще не ловил голыми руками кабана ловил курицу нет курицу я ловил силки вставил ловушки она сама там попадалась в течение пары часов с зайцами вместе ой чей-то дом ну ка чей-то дом вы пересекли границу территории пасэм убирайтесь нарушитель или запролотишь кровавую цену крошечная лачуга интересно я могу посмотреть что там внутри судя по всему нет да то есть тут как бы приват территории такой небольшой происходит только в момент судного часа как я понял можно открывать чужие ящики и смотреть что находится внутри так где там мы не агрессивное животное то в принципе я наверное сейчас если мы никого не найдем хотя нет кабан ну кабан мне в принципе нахрен не нужен кабан вообще-то агрессивное животное напасть на меня может так или чьи-то следы может это как раз коровы следы ну-ка ну-ка не могу понять тут надо короче идти посмотрим сколько времени она займет чтобы найти чьи-то следы блин корова копыта чьи-то если это корова то замечательно если надо поесть сделаю только яблоки с собой как вы можете заметить вес они особо не занимает в моем инвентаре еще чтобы приручить корову или вообще животное нужны как можно больше качественные яблоки вот качество 63 чем больше качество тем больше шанс что вам удастся это сделать с первого раза на самом деле я сомневаюсь что кому-то удавалось приручить животное с первого раза так 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 чтобы качество было лучше естественно нужно на удобренной почве выращивать все эти яблоки или там допустим ту же морковь капусту максимально обрабатывать ее удобрениями следить за ней то же самое от кулинарии если вы там делаете какое-то пиво вино там сидор тоже нужно следить за температурой на протяжении какого-то времени и тогда продукт получится качественным соответственно продать его можно чуть подороже будет вот так как такое случилось какой-то глюк какой-то симулятор охоты у нас средневековья получается сейчас так я надеюсь мне не придется бежать в другую часть острова кстати вот все что вы сейчас видите вот все эти холмы их можно выровнять можно все это копать можно делать шахты естественно если у вас хватит нервов потому что все это реально реально трудно так мы пришли это кабаны так сейчас они кто это стой приручить стой это кабан или так сейчас сейчас будет достаточно трудно нужно его поймать стой стой ты мать твою выбрать не получилось да это следы кабана были мне они нахрен не нужны эти кабаны но давайте ради эксперимента попробуем все-таки поймать посмотрите что это такое вообще насколько это утомительно давай 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 стой надо чтобы он близко ко мне находился он отбегает просто а его никак не остановить это не кабана дикая свиня да свиняюсь стой еб твою мать ой то же самое с коровой скорее всего будет если я найду корову она точно так же будет от меня убегать можно как-то подкрасно по тихому так нет не получилось давайте попробуем сейчас он отбежит где он вот сейчас сейчас не будем за ним бежать вот он просто пойдем пешком он должен остановиться он должен ну стой ты мать твою так кажется остановился теперь надо как-то по тихому подойти нет он меня замечает с этого расстояния давайте попробуем наоборот все-таки вот сбоку как-то да это очень трудно лучше брать несколько человек на такую вот охоту так скажем так стоять стой мать твою есть один раз получилось скормить яблоко но он сука побежал дальше то есть надо брать напережение немного обгонять и в морду тыкать получается яблоками этими так стоять щас щас успеем давай 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 видите так если он убежит в воду он сдохнет тут есть такая неприятная вещь в этой игре животные некоторые тупят могут бежать в воду и сдохнуть мне этого сейчас нельзя допустить остановись ты мать твою куда ты бежишь но если он сдохнет придется его зарезать разделать забрать мясо кости то есть тоже что-то получим да остановись ты тупая свинья тупой шашлык да не получается ну блин не успеем тупая свинья хочет утопиться так ну давай последняя попытка я так понимаю не получилось ну что ж свинка до свидания я понимаю тебе жить надоело вот вот такая вот неприятная вещь происходит это какой-то вообще бак или вот нажимать и рассвеживать что мы получаем теперь туша так как тебя открыть то открыть заберем шкуру заберем мясо ой мясо видите сколько видит сразу кости с этим всем можно что-то делать на базе еще можно взять с собой тушу не знаю зачем она правда для чего она используется так как ее поднять то что-то в воде он не хочет ее поднимать то и хрен с ней ладно коровы к счастью и лоси тут такой фигней не занимаются они к суициду не так склонны как к свиньи вот такая фигня только со свиньями и кабанами происходит так ну хорошо хорошо тут чье-то поселение кстати можем посмотреть вот такой забор у нас был недавно частокол деревянный тут видимо кто-то недавно развиваться только начал аванпост южный пляж не знаю что это мне тут не рады так какая-то погода депрессивная дождь идет тут так ну что следующее дикое животное все-таки хочу поймать корову мне нужна корова не знаю мне кажется не получится у нас сегодня на видео поймать вот опять какая-то свинья свиньи как видите они склонны к суициду вот кстати яблоки можем собрать еще посмотрим какого у них качества будут собрать яблоки так где яблоки 14 яблок мы собрали так наше у нас качество 63 у этих яблок качество 77 эти чуть покачественнее будут то есть шанс приручить кабана используя эти яблоки у нас будет повыше вот так кстати что происходит если допустим эти яблоки объединить вместе мне было интересно так сейчас у них качество 63 ну-ка мы их объединяем и что получается 64 качество увеличилось то есть вот такая система интересная происходит так я не хочу идти за кабаном что блин ну давайте отойдем все таки оттуда подальше может я все таки смогу найти эту корову тут можно реально несколько часов убить чтобы только следы ее найти то есть такой вот процесс придется придется убить какое-то время все таки чтобы кого-то поймать так ну давайте попробуем здесь какие следы у нас тут он выдаст ладно что найдет то найдет опять кабан чем-то напоминает средневековый дейзи не знаю год назад мы играли в эту игру вот можете мне видео на канале посмотреть мы только полчаса пытались один одну клетку один квадрат выровнять можете сами убедиться там все год назад гораздо плачевнее было может там настройки сервера были такие я не уверен очень все тяжело было сейчас же чуть попроще они сделали но все равно тяжело так судя по всему мы сейчас придем к той же свиньи которая была рядом с тем кабаном который мы видели первый раз изначально так какие-то деревья вот он так только не вздумай ой это кабан он атакует падла твою мать иди ты нахер все печально так это не тот я не к тому прибежал не с кабаном я связываться не хочу он только на мясо хорошо идет на шашлык но в качестве а вон целое поселение мне нужны свиньи на самом деле между коровы блин но все таки место кабана мне лучше я предпочитаю я предпочитаю свиней что за звуки так вы там что спариваетесь тихо 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 ты кто о стоять 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 бать твою ты меня атакуешь иди нахер нет с кабаном так стой давайте перучим кабана что-то у нас остановился все замечательно фух посмотрим сколько это время у нас займет не знаю что с ним делать в этот халифу вряд ли засудишь можно в качестве мяса конечно расплодить так засекайте кстати время параллельно видите у меня прокачивается животноводство поскольку я пытаюсь приручить эту дикую свинью кабана да если я его буду сейчас атаковать мне не поздоровится он тварь у меня что только топор есть нет скорее всего он меня очень сильно повредит а лишние проблемы мне не нужны кстати что это у меня сверху там умение лучше на кулинарии это что такое удача какая-то это тоже все нужно изучать этот то повезло он на месте стоит а в основном за всякими коровами нужно бегать кстати какое-то достижение у меня только что открылось за всякими коровами свиньями как вы поняли нужно бегать вот так вот ловить момент пытаться и скормить яблоки то есть представьте себе как это на самом деле не просто нужно на самом деле пару человек брать с собой с лошади его не покормишь так ну сколько там это времени займет то тупая это свинья жри эти яблоки что-то не хочет нам приручаться ну давайте двадцатку сейчас кормим о господи давай жри давай жри качество 64 ужас не знаю может какую-то удачу надо прокачать чтобы это все быстрее происходило потому что я вот только один раз один раз курицу и еще один раз кабана такого уже приручил но все было гораздо быстрее это какой-то тварь прожорливый не хочет приручаться да давай ты достал толку от него на самом деле нет он ничего не дает молоко не производит шерсть от него тоже никакой не взять просто тупое животное которое пойдет на шашлык да ладно если ты сейчас не да должно же произойти чудо ну и шкура с него с костями еще будет в принципе тоже такой небольшой бонус что от первого лица он страшно выглядит а свинья куда-то убежала топиться наверняка давай давай еще четыре яблока давай жри ой господи есть получилось есть вот такая вот штука это значит мы его приручили ну взяли с собой считаете хряк пятьдесят тысяч стоунов он весит достаточно много а вот у нас свинья кстати бегает остановись остановись пожалуйста может тоже получится вид у нее конечно устрашающий с открытом так еще попасть по ней надо так стой 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 она сейчас тоже утопится скорее всего что тупая свинья мать твою ой пошел называется за коровами вместо этого за какие-то тупыми свиньями бегаю о кстати тоже остановилась тоже остановилась ну-ка давайте в задницу ей яблоко напихаем прямо в задницу сейчас угу так ну на самом деле я вот эти моменты с приручениями я думаю ускорю потому что сами видите занимает какое-то время сейчас будем надеяться что мне удастся ее приручить немного ускоримся дамы и господа все таки она сдохла или что случилось эй эй она спит ох ни хрена себе она спать пошла свинья спит или ей плохо из-за того что яблоки в задницу спихают ну-ка давайте подойдем вы же ты живая? походу ей плохо нет ты же будешь жрать эти яблоки пока не сломаешься ничего подобного давай какую-то пытку средневековую напоминает а не приручении она поспала ну куда ты пошла вернись ну стой корова корова или кто это или бык и коров ни хрена себе вот это удача так как тебе как тебя теперь стой 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 надо какую-то дистанцию наверное специально вот давайте блин они меня чуют я знаю к ним как-то можно подойти по-тихому чтобы такое меню высветилось так это быка мне нужна корова или кто это хрен короче хрен поймешь кто это а ну стоять блин еще одна дикая корова стой 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 яблоки идут приручить пожалуйста так ладно давайте пешком подойдем это бык у нас там мне дик бык мне не нужен мне нужны коровы давай 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 я сделаю это я это сделаю давай далеко ушла не получилось напережение брать да это будет тяжело стой 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 остановись твою мать так не получается быстрая тварь такая нет я без коровы никуда отсюда не уйду так ладно давайте я пожалуй ускорюсь и если мне все таки удастся приручить корову я продолжу запись и скажу вам сколько реального времени у меня это заняло потому что я думаю это будет сейчас очень и очень долго и и и свершилось чудо дамы и господа мне удалось поймать эту корову заняло это примерно минут двадцать реального времени я загнал ее на пляж и там она начала бегать взад вперед естественно пока она когда момент когда она разворачивалась на меня я старался его ловить и кормил ее яблоками в итоге вот корова вес ее сто двадцать тысяч стоонов это достаточно большой ну что ж итоги наших нашей охоты один хряк одна корова шкура кости давайте теперь персонаж какого можете заметить у меня бегает медленно потому что мы перегружены все таки у меня в кармане где-то корова такой вот реализм своеобразный вот ладно открыть меню управлять сюда мы значит пихаем свинью хряка так этот предмет не уменьшится а что забит полностью о там больше нет места ну ладно будет про запас оставим тогда хорошо куда нибудь в ящик засудим хряка живого прошу заметить главное это корова я планировал поймать корову я ее поймал а хряк будет небольшим нашим бонусом сегодня вот как там дальше что управлять корова какой у тебя возраст так корова есть и где она 21 отлично процесс теперь пойдет будем надеяться что корова будет давать нам молоко так вот такие вот дела у нас дамы и господа надо очистить немного от дерьма всю эту хрень и будем использовать дерьмо в качестве удобрения когда нибудь так ладно сейчас мы все это распределим обратно на склад открыть так открыли 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 где у нас там дерьмо хранится вот дерьмо и хряка сюда сколько он весит у нас 50 тысяч ну вот здесь куда его засунуть то можно блин ай блин при себе эту дуру не хочу таскать может его нельзя засунуть в ящик или он просто должен быть побольше блин да ё-моё да проблематично 50 тысяч ладно шкуру шкуру куда захорнячить ай где же ящик со шкурами нет не здесь у нас тут на самом деле все должно быть распределено где-то шкура хранится где-то еще что-то сейчас буду искать так нет тут у нас остатки пищи в этом шкафе я точно помню это бочка нет это не бочка да ё-моё куда ж а можно просто склад открыть но он тоже забит весь получается хотя нет места есть отлично ладно пока что сюда кину шкуру кости или кости где у нас да ё-моё как все как все непросто кажется я вспомнил где у нас хранится шкура с костями вот где-то вот в этих ящиках сейчас мы глянем нет тут у нас бутылки да вот сюда шкура идет и кости все хватит с меня охоты яблоки вернем обратно в холодильник корову мы поймали задача наша выполнена теперь можно заниматься нашими вседневными делами идти на грядку ладно я думаю запись я прекращу если вас интересует такая вот игра то можете писать как-нибудь с вами сконтечимся объединимся на этом я пожалуй запись прекращу потому что я думаю никому вам будет не интересно как я сейчас буду копаться в огороде что ж всего хорошего всем пока до свидания у меня вот мы мы и вот вот вот